А мы продолжаем наш экскурс по разным культурным местам. И на этот раз я побывала в Московской филармонии. Находится она в здании концертного зала имени Чайковского на Триумфальной площади. И на самом деле этой консерватории уже 100 лет. Ну, по крайней мере, она его отмечала в 1922 году, потому что первый концерт был проведен 29 января 1922 года. Ну, и за эти годы в Московской консерватории играли самые знаменитейшие музыканты. Вообще, на самом деле, вот эта Московская концервация «Экономическая филармония» там действительно достойные музыканты. Ну, в общем, давайте по порядку. То есть я зашла, как обычно, осмотрела холлы, осмотрела залы, буфет, очень вкусный кофе. Театр начинается с вешалки. Посмотрите тоже, какая там история в гардеробной. Все было очень четко по электронным билетам. На что я пришла? Я пришла послушать Государственный академический камерный оркестр России. Он был создан еще в 1956 году. И в 1994 был удостоен звания академический. На самом деле он перевернул, наверное, все мое представление о классической музыке. Если до этого все, что я слушала, оно как-то не вызывало у меня того чувства, которое я испытала на этом концерте. Это действительно было великолепное, совершенное исполнение. Ну, несмотря на то, что здесь есть разные моменты, что я слушала. Ну, во-первых, я вам хочу сказать, что художественный руководитель, дирижер, он же еще и играл на гобои, Алексей Уткин считается лучшим гобоистом мира. Он окончил Московскую консерваторию, он окончил аспирантуру. И школу он прошел в камерном оркестре «Виртуозы Москвы». Очень блестящее музыкальное образование, плюс еще природное дарование. И поэтому он один из самых известнейших гобоистов в музыкальном мире. Он музыкант, которому довелось вывести гобой в качестве сольного инструмента на мировую сцену. Ему аплодировали Карнеги Холл, Эври Фишер Холл в Нью-Йорке, концерт Гебао в Амстердаме, дворец каталонской музыки в Барселоне, национальный концертный зал в Мадриде, Академия Санта-Чичилия в Риме, театр Элисейских полей в Париже, зал Геркулес в Мюнхене, Петховенский зал в Бонне. Его сценическими партнерами были Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Хайнс Холлигер, Жан-Христофер Спинозе, Наталья Гутман, Александр Рудин, Родован Латкович, Валерий Попов, Лена Образцова, Дмитрий Хворостовский, Христиан Захарис, Фредерик Кемп, Виктор Третьяков. Большинство сольных сочинений, написанных для гобоя, он стал расширять диапазон и делал самостоятельно разные переложения. И в результате в концерт были включены сочинения и Баха, и Гайдена, и Вивальди, и Моцарта, Шостаковича, Бруха, Бриттона. Алексей Уткин, великолепный музыкант. То, что мы послушали, то есть я послушала филармонию, я вам расскажу. А, кстати, еще если говорить по местам, у меня тоже было очень удобное место, зал был не переполненный, то есть были свободные места, можно было даже пересесть. Я взяла, как обычно, у левой сцены, с левой стороны, но потом пересела на правую, поэтому посидела после антракта с двух сторон. В первом отделении был Гайден, симфония 38 до мажор, Макс Брух, концерт для кларнета и альта с оркестра. Как раз вот его переложение, Алексей Уткин переложил специально этот концерт для флейты и габоя, потому что изначально он был для кларнета и альта, а он переложил для флейты и габоя. Флейт, кстати, Мария Чапурина, тоже великолепный музыкант, и вот еще раз говорю, когда играют профессионалы, когда это профессиональные музыканты вот такого мирового высокого уровня, ты просто весь концерт сидишь как завороженный, боишься пошевелиться и пропустить хотя бы одну нотку. Это настолько виртуозное исполнение. Во втором отделении Антонио Вивальди, концерт для двух скрипок и виолончели, Вольга Амадей Моцарт, «Маленькая ночная сиренада», Эдвард Грик, Ария Рикадон, Эндрю Ллойд Уэбер, даже была фантазия на темы из рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда», Питер Орлок, Астер Пьетсоло, «Два танго», а потом публика столько аплодировала и не хотела отпускать маэстро, что он исполнил еще несколько произведений на бис. Он много раз выходил, и отпускать его совершенно не хотелось. Несмотря на то, что мне рекомендовалось снимать кусочки концерта, я все-таки вам сняла, послушайте, пусть маленький кусочек, но послушайте, какое это великолепное исполнение. Субтитры создавал DimaTorzok «Иисус Христос. Субтитры создавал DimaTorzok» Очень сильно рекомендую, если у вас будет время, пойдите, пожалуйста, и послушайте вот эти шедевры, музыкальные шедевры в Московской академической филармонии. «Иисус Христос. Субтитры создавал DimaTorzok»